Да, вопрос, Дмитрий Вячеславович. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Привет, я Алексей Шевченко. А арбитра встречи Алексея Белова и Эдуарда Одинша, которые не заметили, как Воронков снимал шлем с Панина, вы и так знаете. Да, Дмитрий Вячеславович? Салават Юлаев тем временем поставил себя на грань вылета. Возвращаться домой при счете 0-2 в серии смерти подобно. Хорошо, что хоть успели переподписать контракт с Лямси, а то бы он не вернулся в Уфу. А что, видно? Нет так? Нет, нет, ты вот туда, вот туда. А. Вот как тяжело стирается, такая игра была. Акбарс переезжает в Уфу, ведя в серии 2-0 и уже вряд ли упустит это преимущество. Да, выиграли лишь в овертайме, но ведь победили. Снова ничего не дали создать звену легионеров, а остальные, видимо, во время регулярного чемпионата разучились определять исход встречи. Больше в этой игре поразила судейская ошибка, которая, кстати, повлияла на результат. Конечно, уфимская команда имеет право возмущаться, но будет глупо, если они совершат ошибку автомобилиста и сосредоточатся только на этом. Все-таки тогда шла 62-я минута, а за это время отличился лишь Петр Хохряков. Если Акбарс ничего не должен был менять после первого матча, то мы ждали каких-то идей от Лямси, но не увидели их. Замена Гематова на Пименова – это не совсем то. Но что сделает финский тренер? Напомнит иностранцам, что от них зависит успех? Так они и сами это знают. Разобьет тройку? Это слишком рискованно, да и для этого нужны успешные эксперименты во время сезона. Печально, что российские хоккеисты, кроме Хохрякова, ничего не сделали в атаке. Где там Кадейкин, которого ждут в Детройте? Или Амиров, мечтающий о Торонто? Они что думают, в НХЛ легче будет? ЦСКА сравнял счет в серии с Локомотивом, показав такой хоккей, что вздрогнули не только ярославцы, но и остальные соперники. У Петерсона минус два. Начинается. Клубы КХЛ, которые находятся в оплачиваемом отпуске, меняют свои составы. Йокерин отказался от услуг вратаря Калминша и отпустил домой защитника Пудеса. А в Новосибирске будет новый главный тренер. То, что Николай Заварухин не остается в Сибири, вопрос решенный. С ним даже не проводили консультации по поводу нового контракта. Его не рассматривали на новый сезон, что, конечно, должно быть обидно для тренера. Прошлый сезон у него получился. А в нынешнем неудаче, как мы говорили неоднократно, вина не только его, но и менеджеров. Непонятно, правда, зачем ему работа в автомобилисте, если правда то, о чем пишут. Быть помощником Мартимьянова – это одно. У этих людей одно понимание хоккея, один взгляд на вещи. Но чем поможет Заварухин Питерсу, я ума не приложу. Да еще и без идеального английского. Идея автомобилиста совсем непонятна, до конца не продуманная, но теперь-то мы понимаем, что это ферменный стиль Екатеринбургского клуба. Анализировать последствия постовков там не умеют, да и не хотят. В Новосибирске рассматривается Андрей Мартимьянов. Он соответствует критериям Кирилла Фастовского. Российский тренер не слишком опытный, но амбициозный, с неплохим резюме. Теперь-то никто не будет спорить, что при нем команда из Екатеринбурга выглядела лучше. Плюс Мартимьянов выводил в плов Амур, а это достижение. Но пока стороны не договорились, контракта нет, все может измениться, и о том, что может получиться из этого союза, мы поговорим позже. Радует, что хоть в Новосибирске уже рассматривают нормальных тренеров. Раньше на шорт-лист клуба бейсболе было нельзя смотреть. Владимир Тарасенко стал первой звездой ночного матча против Сан-Хосе. На его счету победный булит. Но в основное время Сент-Луис при Владимире пока не выигрывал. И последний нападающий Анатолий Голышев подписал двусторонний контракт с Алендерс и только до конца сезона. В принципе, отличное решение, друг на друга посмотрят. А Анатолий близко познакомится с двумя соперниками Бриджспорта в этом сезоне, Хартфордом и Провиденсом. Но когда Голышев еще побывает в Хартфорде? До свидания. А ты, наверное, впервые порадовался, что канадский дивизион отдельный, потому что Голышев едет, и у тебя бы шансов не было. Блин, ну... Конечно, конечно, рад. Не встретится тебе с Айлендерс? Он в Айлендерс едет, я просто не следил. Может, ты не знаешь, где Макдэвид играет? Знаю, в Эдмонтоне.